Всех приветствую, это Набела. Как всегда, я знаю, вы ждали. И, конечно же, я, как всегда, призываю вас подписаться на телеграм-канал Белковский и на YouTube-канал Власть vs. Лащенко. Здравствуй, Стас. Привет, Наташа. Всем привет. Ну вот, очень много было на этой новостей. Начну, конечно же, с интервью. Их было несколько президента Зеленского и большое интервью интересного, очень заложного. Ну вот, начну с того, что Зеленский сказал, что он готов выйти и набить морду Путину на ринг с ним. Настоящий мужик, цитирую, если он хочет передать кому-то сообщение или он хочет набить кому-то морду, он делает это сам. Готов хоть завтра на единоборство с Путиным. Ну, мне кажется, еще важнее он сказал одну вещь, что возврат территории до границ 23 февраля 22 года не закончит войну. Это такое заявление достаточно серьезное. Поскольку определенные отряды западных элит, в том числе весьма влиятельные силы, сейчас будут склонять и уже склоняют Владимира Зеленского к переговорам с Путиным, то, естественно, он делает все возможное, чтобы сделать эти, извини, в тавтологии, он делает все, чтобы эти переговоры сделать невозможными. В том числе, он прекрасно понимает, насколько Путина раздражают все эти разговоры про ринг, а разговоры про боксерский ринг Путина раздражают втройне. Я напоминаю аудитории, я неоднократно об этом публично говорил, но, к сожалению, не все помнят, что чуть более года назад, встречаясь с чемпионами паралимпийских игр, Путина рассказал историю своего детства бокса и дзюдо. Что-то сказать, будучи маленьким хлипким мальчиком в ленинградских дворах, он пошел в секцию бокса, и в первый же день ему сломали нос. И он был так униженно раздавлен даже этой историей, что не сказал ничего родителям и не обращался в врачу, и нос росся сам. Ну, честно говоря, я не вижу на лице у Путина следов сломанного носа, хотя там такие большие последствия всяческих косметических операций, что уже не понимают, что там есть что-то свое, а что чужое. Но неважно, история не вполне достоверна, она достоверна психологически, она отражает то, что он думает. Он не готов к прямым столкновениям, в принципе. Он гений дзюдо, он любит всякие хитрые маневры, не столкновения. Поэтому упоминание Ринга, я думаю, что было хорошо просчитанным ходом Владимира Александровича Зеленского, чтобы раздразнить Путина дополнительно и ослабить интерес Путина к переговорному процессу как таковому. Хотя Путин этого добивается, и в том числе с особой жестокостью нанесенные в пятницу 16 декабря очередные ракетные удары по энергетической и тепловой инфраструктуре, об этом свидетельствуют. Он хочет полностью погрузить Украину во тьму и холод на зиму, чтобы заставить Украину пойти на переговоры о перемирии. Об этом, собственно, говорит Хенри Киссинджер. Вот я, так сказать, может быть, перехватываю у тебя инициативу. Я невнимательно два раза прочитал его статью на новую Spectator. И для меня довольно удивительно звучат комментарии, что Киссинджер излагает какие-то позиции западных элит, пытается принудить Путина к чему-то и ничего подобного. Излагает путинскую позицию. Компания Киссинджер и Сэушитс – давний подрядчик Крымля. Это всем известно. И главная идея статьи в Spectator, я рекомендую всем ее перечитать, если эта идея кому-то непонятна, что Западу всегда придется иметь дело с Путиным, потому что любой другой сценарий развития событий в России хуже. То есть, если не Путин, Россия распадется, там, ядерное оружие, кажется, непонятно в чьих руках и так далее. Это всем не нравится и не понравится. Поэтому, так сказать, нужно предусмотреть переговоры о мире, которые не только зафиксируют некие итоги спецоперации Z, то есть войны в Европе, а фактически четвертой мировой гибридной войны, которая началась весной 2014 года. Киссинджер говорит, что надо предотвратить мировую войну, но нельзя предотвратить войну, которая уже почти 9 лет идет. Это полная ерунда. Надо просто признать, что она 9 лет идет и перестать отрицать очевидное. Чем, кстати, евроатлантические элиты с настойчивостью достойной лучшего применения занимались все эти годы. Они же отрицали наличие мировой войны. Вот неожиданно они 24 февраля узнали, что она идет. А на самом деле она как минимум началась 17 марта 2014 года в день аннексии Крыма официально. Оглашение официального решения Российской Федерации об аннексии Крыма. И дальше Киссинджер говорит, что переговор должен быть о миропорядке с участием России. Но с участием России, не какой-то абстрактной России, не прекрасной России будущего и ничего такого, что возникнет на месте нынешней Российской Федерации России, это Путин понимает. Здесь Киссинджер и сам Путин абсолютно едины в том, что есть Путин, есть Россия, нет Путина, нет России. Это, собственно, пропагандистская акция, которая предваряла саммит Евросоюза. Точно так же, как и, безусловно, интервью Валерия Федоровича Залужного. Истинный смысл, который я тут внимательно очень прочитал в «Экономисе», в том, что нужно увеличить западную поддержку. Именно поэтому к саммиту Евросоюза это интервью было приурочено. При этом, на мой взгляд, и не только на мой, но и ряд военных экспертов, Залужин несколько сгустил краски. То есть он преувеличил возможности России активно воевать, преуменьшив проблемы с мобилизацией, с частичной мобилизацией, возможности атаки с белорусской территории. Но, это вот сознательно, чтобы привлечь внимание участников саммита Евросоюза к тому, что поддержка Украины должна быть не только продолжена, но и расширена, в том числе и в военно-техническом смысле. Ну да, одна из самых ярких цитат из этого интервью о том, что единственное, чему нас научили русские, это то, что врага нужно убивать, убивать и убивать. Ну, ты знаешь, я не сторонник убивать, это не моя любимая тема, я носитель мира и деневротизатор. Ох, Стас, если бы ты увидел Киев, например, в день бомбежки, мне почему-то кажется, что ты бы немножко по-другому посмотрел на эту ситуацию. Ну, понимаешь, у каждого своя миссия своя роль. Кто-то хочет и должен убивать, а кто-то, как я, не хочет и не должен. И, так сказать, я всегда руководствую основой важнейших христианских заповедей, так сказать, мне отмщение я, ну это не заповедь в формальном смысле, но словами Господа Иисуса Христа, потому что мне отмщение я вас дам. Человек не должен быть движим местью. Но это моя ниша, я никого не пытаюсь звербовать, я только претендую на право отстаивать себя. Я же говорила не о тебе, я говорила о ССУ и настроениях украинцев, конечно. Да, я понимаю, это все прекрасно понятно, то есть меня это не радует, но это неизбежно, естественно, в такой ситуации, потому что, по крайней мере, никто уже не будет говорить, что русские украинцы один народ, потому что со своим, хотя на самом деле я сейчас не прав, дело в том, что российская власть именно так привыкла обращаться с собственным народом. Бомбить Воронеж это любимое занятие российской власти, поэтому изничтожение собственного народа это, по-моему, как раз с точки зрения Кремля и доказывает, что если какой-то народ можно уничтожить, то это наш народ, но чужой народ жалко, а свой нет. То есть это является логичным, органичным развитием тезиса Владимира Путина о том, что русские украинцы один народ, раз убивать можно только своих, это абсолютно русская политическая традиция на протяжении долгих столетий. Именно поэтому я считаю, что никакие переговоры с Путиным о мироустройстве точно невозможны. То есть может быть и возможны переговоры о перемирии, другой вопрос, который окружен массой всяких условностей и подробностей, но никакого участия в будущем мироустройстве Путин принимать не может. Он должен идти вместе с тем прошлым, с тем миром насилия и грубой физической силы, которую он олицетворяет и защищает. Интервью Валерии Залужного, безусловно, я говорю, что мне понятен контекст этого интервью, почему он появился именно сейчас и что он хотел сказать, кому он обращался, почему он именно в экономисте. Но еще раз хочу подчеркнуть, что действительно Залужный является на сегодняшний день крупной политической фигурой для Украины. Собственно, политических фигур осталось две, это Зеленский и Залужный. Ну еще к ним с тыла подбирается Алексей Николаевич Арестович, но пока я думаю, что ему надо пройти немалый путь, чтобы встать в один ряд с этими крупнейшими политиками современности. Сейчас уже подводятся итоги года. Как мы знаем, не только Владимир, тут очень правильно поступил журнал Time, который не просто Владимир Зеленского назвал Человеком Года, но украинский дух, Ukrainian Spirit, потому что именно этот дух, который мы обсуждали с того с самого начала, эта украинская впертисть, она и сорвала агрессивные планы, и нейтрализовала Владимира Путина, потому что неизвестно, что было бы, если бы Путин прямо вторгся на территорию НАТО. Вполне возможно, что практически результаты этого вторжения были для него гораздо более благоприятными, чем нападение на не входящую в НАТО, и тем самым не не связаны никакими взаимными обязательствами с Североатлантическим Альянсом Украины. Я очень надеюсь, раз уж ты анонсировала итоги года, я очень надеюсь, что через неделю мы подведем итоги года по всем опциям, о которых договоримся и назовем самое важное событие самых важных людей, ну и так далее. администрация Байдена убеждена, что ВСУ достаточно сил для освобождения Крыма, это нечто новое, сейчас появляется очень много таких публикаций, инсайды, американские телеканалы говорят об этом, и собственно говоря, вот то, что сказал Зеленский, что мы не закончим войну на границах 24 февраля 2022 года, говорит о том, что сегодня есть совершенно, так сказать, четкая задача забрать Крым назад, и говорят, что после взятия Мелитополя, а это вот-вот может быть, поскольку уже известно, что украинская армия не останавливается зимой, ну Крым открывается фактически. Как может реагировать Путин? Правда ли он так жестко может отреагировать, как об этом говорят некоторые эксперты? Да, я думаю, что он может так отреагировать, поскольку Крым для него это святое, это главный результат, позитивный результат с его точки зрения, разумеется, его правления, поэтому он сделает все, чтобы Крым не сдавать, но пока, собственно, это вытекает из интервью Валерия Залужного и из самого объективного хода вещей, конечно, опрашивается наступление вооруженных сил Украины в Запорожской области, то есть на Мелитополь с целью рассечь сухопутный коридор на Крым и тем самым парализовать его для Российской Федерации, а бессмыслив по многому его оккупацию и аннексию с практической точки зрения. И, разумеется, это непростая задача. Опять же, что чего не скрывает Валерий Залужин, для этого нужно, в первую очередь, дополнительные многочисленные ресурсы, которые запрашиваются у Запада и нарастание интенсивности и ракетных ударов по критической, энергетической и тепловой инфраструктуре Украины со стороны РФ, безусловно, это попытка предотвратить наступление на Мелитополь в скором будущем. Уже после Мелитополя тогда можно будет говорить о Крыме. Но сейчас, так сказать, я говорю, что и сама публика статья Киссинджера, как призыв и так далее, все это отражает определенное тело движения западных элит, часть которых, в общем, хочет перемирия, хочет прекращения войны любой ценой, в том числе фиксации на нынешнее положение дел. Что для Владимира Путина в любом случае не очень выгодно, но это ему необходимо. Ему необходимо перевести дух и предъявить хоть какие-то результаты спецоперации, чтобы, наконец, провести ежегодную пресс-конференцию и обратиться с постанием к Федеральному Собранию Российской Федерации, чего он пока сделать не может. А ты думаешь, что он ее просто оттягивает? Он не отменил, как писали некоторые СМИ, а просто оттягивает, потому что собирается с духом и хочет понимать, с чем ему выйти? Он никогда не любит оказываться в психологически некомфортных ситуациях. Мы это знали и знаем всю жизнь. Вспомним, что в его президентстве начиналась катастрофа атомной подводной лодки «Корск». И вышел к своему народу, а исчез на некоторое время. А когда он всплыл, к сожалению, лодка утонула, а Путин всплыл. Когда дедушка умер, а тело живет, лучше бы было наоборот. Он отправился к Петяеву и, встретившись с вдовами моряков, потом заявил, что это были какие-то нанятые проститутки. Просто потому, что они говорили неприятные ему вещи. Он не любит оказываться в неприятной ситуации. Поэтому совершенно логично все это переносит. Не говоря уже о том, что тоже, как мы знали всю жизнь, он ненавидит публичность вообще. Публичность его враг. Именно поэтому он не может работать с лидерами, которые все замешаны на публичности. Вот Владимир Зеленского до Михаила Саакашвили. Или Барака Обамы, скажем. Вот с Джорджем Буш, младшим, у них были неплохие отношения. Потому что они в чем-то похожи. Оба бизнесмены, нефтяные магнаты, энергетические магнаты, а с Бараком Обамой сразу не сложилось. Потому что Путин просто органически не переваривал этого яркого нарциссу. Как очень, наверное, нарцисс не придавал должного значения Путину о том, о чем, возможно, впоследствии пожалел. Потому что независимо от того, каков масштаб личности, находясь на определенной позиции, личность может наворочить много дел. Это безусловно. Тут трудно с тобой не согласиться. Столтенберг, человек, который первую часть войны, первое месяце, был очень осторожен в своих заявлениях, очень лоялен. Сегодня уже говорит о том, что Россия настроена на долгосрочную войну. И мы видим это, судя по тому, какую мобилизацию собирают и так далее. Но что НАТО должно посылать оружие Украине столько, сколько понадобится. Потому что Путин не должен и не может победить на поле боя. То есть, фактически, он заявил о том, что НАТО будет поддерживать столько, сколько нужно. Ну и, собственно говоря, заложенные говорят, что нам это единственное, что нам надо. Говорит, людей у меня достаточно. Мне нужно только оружие. Потому что современная война – это оружие. Потому что Ян Столтенберг излагает на сегодняшний день консолидированную позицию западных лидеров. Но этому есть и оппозиция. В первую очередь в военных кругах, которые боятся, что западные страны останутся сами без критических запасов вооружения. В ситуации, когда, типа, существует все еще угроза российского вторжения в другие страны. На мой взгляд, ее нет. Она раздувается искусственно. В том, что в эти недели, месяцы, годы, времена очень интересно наблюдать, как весьма солидные международные СМИ транслируют какую-то ерунду заведомо. Просто поддаваясь собственным страхам и становясь жертвой откровенных разводок со стороны ньюзмейкеров. Естественно, желающих в таких ситуациях оставаться неизвестными. Например, Ньюзберг две недели назад, сам Ньюзберг публиковал историю о том, что Путин мог напасть на Японию в прошлом году. Безусловно, я считаю, что этого не могло быть никогда. Путин не собирался нападать на Японию. Но Японии такая утечка очень выгодна. Потому что она сейчас, когда переходит к перевооружению своих сил, своих войск. Путин увеличивает военный бюджет. Стоит вопрос о повышении статуса вооруженных сил в Японии, сил самообороны в Конституции до полноценной армии. Конечно, как же, как не в этот момент сказать, что Путин мог напасть на Японию, а может быть, еще и не нападет. Чтобы полностью оправдать всю эту систему действий. Поэтому самим наличием Путина оправдывается огромное количество шагов в мире. Вообще спецоперация Z приносит огромные плоды, в том числе резко вырос интерес к возобновляемым источникам энергии. Международное энергетическое агентство сообщает нам, что с 2022 по 2027 год возобновляемые источники энергии будет вложено денег на 85% больше, чем предыдущие пять лет. И к концу этой пятилетки 38% всей мировой энергии будет уже сконцентрирована в зеленой энергетике. Этого бы никогда не было, если бы не Путин с его маниакальной попыткой поставить Европу в тотальную зависимость от российских нефти и газов. И, так сказать, мы знаем, что совершен прорыв в области термоядерного синтеза в Ливерморской лаборатории в США, то есть, что тоже, так сказать, качественно пересматривает всю энергетическую картину мира и делает нефть и газ в руках авторитарных режимов уже не мощной дубиной, так сказать, а очень условным преимуществом. Поэтому смена эпох происходит так, как она и должна происходить. Вот это Zeit und Benden, названное словом года безбаденским филологическим обществом в Германии, так сказать, оно и будет все, о чем мы говорили, всадники, война, о чем о голод и смерти, все это должно проскакать для того, чтобы открыть дорогу к будущему, а поражение прошлого в лице Владимира Путина неизбежно. Но когда оно случится, сколько времени это займется, с какими жертвами будет сопряжено, это отдельный драматический и даже трагический вопрос. Ну вот смотри, а директор ЦРУ Бернс говорит о том, что он все-таки очень обеспокоен возможности применения ядерного оружия, он считает, что шансы не падают на его применение, и я в связи с тем, что ты только что говорил, все жду, когда ряд стран начнут заявлять о том, что они выходят из договора о безядерном статусе, ну потому что ситуация нынешняя продемонстрировала, что если есть для какой-то страны угроза, никто ее защитить не может, никто, потому что никто не хочет вмешиваться в эту ситуацию фактически. Я думаю, что скорее наоборот, мир идет к избавлению от ядерного оружия, как фактора сдерживания. Это просто займет не один год, а 10, например, или 15, но тренд именно такой. Да, я считаю, что Путин психологически готов к применению ядерного оружия, особенно если вооруженные силы Украины пойдут на Крым. Против этого все, включая Китай, который является для Кремля важным сдерживающим фактором в данной ситуации. Но что будет, мы не знаем. Путин не стратег, а тактик. Сейчас Путин считает, что ракетные удары по энергетике не нужно. Он хочет довести этот энергетический паралич в украинское состояние, когда наступление ВВСУ будет отложено и Воленс-Ноленс придется говорить о перемирии. Но он не планирует на месяцы и годы вперед. Он совершает какой-то шаг и снимает реакцию с него. Так что сейчас он снимет реакцию и на следующей неделе займется планированием какой-то очередной истории. Но ясно, что применение тактического ядерного оружия вполне возможно, но не в ближайшее время. Что интересно, что олигархи из России и Беларуси подали опять иск, они уже подавали иски. 61 иск в Европейский суд. Все они утверждают, что не имеют отношения к войне в Украине. Вот можно ли быть таким инфантильным и наивным? Могут ли они доказать это? Конечно. И сколько лет они будут это доказывать, скажи мне? Конечно, могут. Собственно, коррумпированность и недалиновидность европейских элит во многом способствовала тому, что Четвертая мировая война началась почти 9 лет назад и тем, что она достигла кульминационной пазы 24 февраля. Конечно, могут. Так сказать, русский может быть сколько угодно против войны и за независимость Украины и против Путина на протяжении многих лет. И при этом он остается плохим русским. Но вот если он знает, как занести какому-то европейскому бюрократу, не евробюрократу, а бюрократу в одной из европейских стран, тогда он неожиданно становится хорошим русским. Он получает вид на жительство, паспорта, и при этом все это деньги фактически путинского режима. Вот как телеканал Дождь выгнали из Латвии, как угроза национальной безопасности. А тут же выяснилось, что давно было известно, что многие российские олигархи имеют латвийские паспорта, и почему-то Латвийская республика не считает их угрозой национальной безопасности, а эти люди впрямую связаны были с Путиным всю жизнь. И в этом смысле они имеют прямейшее, если не прямое, то очень сильное косвенное отношение к войне в Украине, к войне в Европе. Тут выясняется, что олигархи российские Махмудов и Бокарев точно очень близки к Путину, подрядчики Министерства обороны, крупные партнеры Сергея Кужугет и Шейгу непосредственно. Они владеют крупным предприятием в Риге, который даже получает через латвийское правительство субсидии Евросоюза. То есть латвийское правительство направляет деньги Евросоюза на помощь путинским олигархам. Поэтому те, кто судится, они прекрасно знают, что делают и как. Да, конечно, не всем удастся доказать, что они не связаны с Путиным и войной, но кому-то удастся, потому что у них у всех в карманах еще лежат европейские паспорта. Да, как они их получили, это отдельный большой вопрос, на который евробюрократы европейских стран тоже отвечать не хотят. Они хотят его проигнорировать. Вообще, если бы, так сказать, вытрясти, например, из карманов латвийских чиновников все деньги ими нелегально получены от околопутинских олигархов, там прольется золотой дождь. Вот эта прямая трансляция этого золотого дождя будет по рейтингу, побьет все что угодно, тем более уж несчастный, изгнанный оттуда дождь. Вот, но поэтому и в судах они будут доказывать, что как граждане страны Евросоюза, они не подлежат санкциям в принципе, и кому-то это удастся доказать. То есть я в этом смысле не спешу оплакивать около путинских магнатов, они еще всем дадут 100 очков вперед и покажут директор. Как говорит наш Виталий Кличко, не только лишь всем удастся это доказать. Да, но дело в том, что у некоторых уже серьезные неприятности, например, у Михаила Фридмана в Лондоне уже серьезной неприятности достаточно. Ну, потому что там, где он пытался получить какую-то сумму наличными, чтобы профинансировать свои расходы, его задерживали, да? А вместе с тем, вот, полигархи-производители российских удобрений сейчас выйдут под санкции Евросоюза, потому что Евросоюзу нужны удобрения, он хочет, так сказать, преодолеть таким образом продовольственный кризис, возможно, да? Поэтому нет, тут я не тороплюсь оплакивать этих людей, гвозди делать из них. Обращаю внимание, что до сих пор Роман Акадьевич Абрамович не попал под санкции Украины, да? Они отложены, как будто бы, до завершения обмена пленными, но поскольку обмен пленными бесконечен, да, так сказать, в пространстве времени, то он под них никогда не попадет, да? Поэтому я по-своему восхищен, что, с одной стороны, значит, все русские плохие, так сказать, несут коллективную ответственность, с чем я полностью согласен, несет коллективную ответственность, конечно. Но почему-то так вот самые-самые близкие к пути на русский как-то умудряются и не только из коллективной, но и из индивидуальной ответственности выскочить. И западным элитам все-таки придется когда-нибудь и украинским элитам тоже ответить на вопрос. Как так получилось? Нет ли здесь противоречия? Я могу, Париж, с тобой заключить, что у Романа Абрамовича все впереди, и он будет под санкциями обязательно. Я не могу спорить над тем, мы не будем, тем более я никому не желаю зла. То есть пафос моего выступления не в том, что я призываю всех завести под санкции, а в том, чтобы все-таки западные элиты тоже посмотрели в зеркало и спросили, а какая мера нашей ответственности за войну и все же с ней связана? Еще одна публикация по Wall Street Journal, это то, что Путин до начала войны поручил Рамзану Кадырову, это целое расследование, убить Владимира Зеленского. Еще в начале февраля якобы Кадыров получил от него такое распоряжение за несколько недель до российского вторжения. Это публикуют и журнал, и ссылки на сведения украинской разведки. Они говорят, журналисты говорят, что, собственно говоря, это информация от украинской разведки. Как ты думаешь, почему у Кадырова не получилось? И вообще, какова судьба его дальнейшая будет? Кадыров не получилось, потому что заброшенный для выполнения этой цели чеченский спецназ, высадившийся в аэропорту Гастомель, я думаю, на аэродроме в Гастомеле, на аэродроме Антонов, был уничтожен украинскими войсками, потому и не получилось. Только и всего. А судьба Кадырова тоже, я бы не стал бы оплакивать раньше времени. Он фактически является предводителем независимого государства, хотя Чечня формально является частью России. Он получает от России огромные деньги и распоряжается ими, как считает нужным. Кроме того, за это время он установил доверительные контакты с весьма серьезными представителями элит суницких монархий Персидского залива и Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, и если что, он переползет под их покровительство. И главной проблемой для Кадырова остаются собственные чеченские народы, где у него много врагов. И в этом смысле его дружба с Путиным является гарантией его безопасности у себя в Чечне. То есть не Путин гарантия безопасности Кадырова, а не наоборот, как многие думают. Но и в России немного желающих его защищать. Мы знаем, как его ненавидят армия, как его ненавидят спецслужбы и так далее. Ну да, его приховает именно Путин. Поэтому, когда говорят, что Макадыров или Пригожин или кто-то еще собирается свергнуть Путина, это ерунда. Путин является важнейшей скрепой нынешней российской правительствующей системы, без которой ближайшие соратники Владимира Ильича друг друга перестреляют в течение нескольких дней. Поэтому нет, избавиться от Путина не хочет никто. Все хотят как-то, в качестве олигархов, которые подают в суды, что они к Путину не имеют отношения, они хотят забыть о нем, но не избавиться от него. Это разные вещи. 19 декабря Путин пособирается в Беларуси на переговоры с Лукашенко. Полетит ли, как ты думаешь? Конечно. Ну как? Он же боится передвигаться вообще, мы же знаем это. Он боится передвигаться в недружественных средах и странах. Здесь же дружественная страна, которая сейчас на силовом уровне вообще ему тотально подконтрольна, чего еще не было до осени 2020 года, как он будет нагнетать историю с вторжением со стороны Беларуси в Украину, что ему нужно в любом случае. Даже с вторжением не планируется на самом деле. Поддержание этой версии ему очень важно, чтобы сковывать украинские войска на белорусской границе и опять же ослабить возможности вооруженных сил Украины наступать на Мелитополь и рассекать схлопутный коридор на Крым. Кроме того, я думаю, что он, пользуясь случаем, будет усугублять интеграцию. Потому что если до недавнего времени я считал, что слияние России и Беларуси невозможно в принципе, то сейчас я не исключаю, что компенсировать неудачу в Украине он захочет с помощью поглощения Беларуси. Александр Григорьевич Лукашенко, что бы там ни было, будет этому отчаянно сопротивляться. Все-таки. Я иногда думаю, как медийный образ человека отличается от того, кем он здесь на самом деле. Я вот посмотрела, все-таки пересидела себя интервью с Бутом и подумала, как его медийный образ, очень такого крутого альфача, который торговал оружием, который мог многое и так далее. Сидит какой-то дедушка, который рассказывает, что ему не давали жаловаться земляники в тюрьме, что не вывесил портрет Путина, что его плохо кормили. И выглядит как такое травоядное, уставшее животное вполне. Бут никогда не был героем. Он был бизнесмен в вооруженной сфере. Откуда же Питма с Николасом Кейджем и так далее? Откуда вся эта мифология? Ну как это? Откуда? Это же вкусный сюжет. Он и обрабатывает соответствующим образом. Поэтому многим людям лучше не появляться публично, чтобы никто не знал, как они выглядят на самом деле. Виктор Бут не исключение. Но он никогда на это и не претендовал. Он был коммерсант. Просто поскольку он был коммерсант-носитель важный для РФ информации, Российская Федерация раздулла из него жуткого героя и вся государственная машина Российской Федерации, наплевав на всех. Во время ковида там застряли многие тысячи россиян за границей, никто им не помогал. И спикерка российского меда Мария Захарова говорит, что они сами виноваты и пусть разгреваются, как хотят. Но Забута сражалась вся Россия. Был национальный герой. Поэтому, естественно, нужно было раздуть миф о Буте. А лучше потом не надо было его показывать. Ну, это была ошибка, его показали. Просто сейчас он уже никому не интересен. Все-таки он 14 лет провел в американской тюрьме. Это произвело неизгладимое впечатление на него. И он вернулся, он сам признает, что он вернулся совершенно другой мир. Он отбыл в американскую тюрьму с кнопочным телефоном и вернулся в эпоху смартфонов, которыми он не умеет пользоваться. Что касается вообще, в принципе, культурной элиты российской, они не перестают удивлять все эти певцовы, которые там говорят, что сила русских в том, что они умирают в больших количествах и умирают радостно и с большим, так сказать, воодушевлением. Вот так, как наши умеют любить, дружить и умирать, это, конечно, да еще в таком количестве. Как это ни печально, ни страшно. Да и такого количества святых нет ни в одной стране мира. Вот, наверное, в этом наша сила, в том числе, отличие от всего мира. Все эти Соловьева, Гиркина, которые друг другу дуэль назначают, но не приходят на нее. Как это? Ильфа Петрова, таксист, приглашала в гости, но почему-то не называла адрес. Так и с дуэлью Гиркина и Соловьева. Вот не является ли вообще культурной элитой любой страны как бы зеркалом? Я тебе объясню, что я имею в виду. Я тут случайно, я не помню, может, даже у тебя набрела в телеграм-канале на стенограмму литературных каких-то посиделок в 89-м году в Лиссабоне. Там присутствовал Бродский, Татьяна Толстая, Анинский, ну и западные интеллектуалы. И я поразилась тому, как Татьяна Толстая уже тогда хихикала, когда у нее спрашивали западные интеллектуалы, а как вы относитесь к тому, что советские танки в Европе находятся? Это же как бы, ну, то есть, несут ли представители, так сказать, интеллектуалы в России за это ответственность? Она там что-то хихикала и говорила, а я-то при чем? Вот мне кажется, вот эти вещи, они как бы прорастают и потом становятся тем, чем стали в 2022 году. Ну, конечно, культурная элита, во-первых, ни Соловьев, ни Геркин к культурной элите точно не относятся. Даже формально. Кроме того, почему Соловьев не явился на дебаты, но Геркин его приглашал, то достаточно внятно. То есть, нельзя сказать, что Геркин сам слился с предложенных им дебатов. Просто Геркин начал снова говорить, так сказать, нелицеприятные вещи о делах в фронтах и о российской армии, а Кремль сейчас транслирует миф о том, что раньше все было плохо, а сейчас с назначением командующего Сергея Суровикина вроде как стало хорошо. Геркин явно идет в разрез с этой линии, поэтому его было решено осадить. Ну, что касается Дмитрия Певцова, то он транслирует очень понятную мысль в близкую Путину, что действительно там, как сказал Петр Арк, там, где необычно и кратко, и родится племя, которому не больно умирать. Это эпиграфка одной из глав Евгения Онегина. И, соответственно, да, жить русскому человеку незачем, поэтому лучше ему умереть за Путина. Эта мысль очень близкая Владимира Владимировича, она транслируется многими. Но культурные слои неоднородные, весьма российские. И, так сказать, я не хочу всех, так сказать, причесывать под одну гребенку. Это, так сказать, если... Но то, что сейчас происходит, это кризис самого типа государственности. И, так сказать, в 89-й год и Лиссабон, ну, советских танков уже почти не было. Все это воспринималось не всерьез. Казалось, что наступают прекрасные времена, когда, грубо говоря, физическое село не будет иметь значения. Они действительно наступают. Но просто они задержались на 30 с лишним лет. Потому что энергия рессентимента, на которую пришел к власти Владимир Путин, любой человек, который пришел бы за Борисом Ельцином, был бы таким, как Путин. Потому что Россия не опокаивала за тоталитаризм, за времена коммунизма. Она не изжила из себя Советский Союз. И поэтому приход Путина, подобного лидера, был неизбежен. И вот сейчас это вступает в свою финальную конвульсивную стадию. В этом смысле люди, ходячие мертвецы, возвращаясь к Певцову, вообще являются основой социальной базы Путина. Кто такие ходячие мертвецы? Это люди, у которых нет в жизни никаких интересов. Которые абсолютно глухи, немы и слепы ко всему происходящему. Которые живут по обязанности. Да, они были очень значительной частью социальной базы ковидного карантина. Поскольку человек не хочет жить, а хочет только лежать на диване и готовиться к смерти. Ему очень приятно, что еще объявляется карантин, который легализует эту его линию поведения. Так же точно линию поведения ходячего мертвеца легализует и война. Потому что все должны пойти и умереть. Правда, не я, конечно, я умрал своевременно. Поэтому, безусловно, это такой балл ходячих мертвецов, то, что происходит сегодня в России. И это не связано никак с принадлежностью этих ходячих мертвецов к той или иной социальной группе, к культурным средам или наоборот. Этот парад ходячих мертвецов закончится, безусловно, их падением с обрыва. Но это займет определенное историческое время. Зато этот процесс будет необратим. Потому что никто не может так дискредитировать российский империализм, милитаризм и авторитаризм, как Владимир Путин устроит 24 февраля спецоперацию ЗЭТ. Она для этого и предназначена. Чтобы все это сбросилось к глобальной шахматной доске. Я ненавижу морализировать, но вот не могу удержаться, знаешь, еще от какого вопроса. Я очень часто разговариваю, записываю интервью с людьми, которые, ну, в общем, называют российскими либералами. И когда я у них спрашиваю, особенно представителей 90-х, ответственен ли Ельцин за то, что вручил ключи от власти к КГБшнику, они все страшно переживают, потому что говорят, что нет, это неправда, это все было не так. Потому что для них Ельцин, это как бы жопил. Они считают, что если был бы Ельцин такой, как он, была бы, возможно, в России демократия. И Россия бы пошла в другую сторону. А вот из-за Путина все так случилось. Так ли это вообще, Стас? Нет, это не так. Поскольку злишими врагами демократии все были российские либералы. Основной тезис которой был, что русскому народу нельзя дать свободно голосовать, потому что он выберет фашистов. Я не могу здесь не удержаться. У нас была традиция же рассказывания анекдотов в старой жизни, от которой мы отказывались, естественно, с наступлением активной фазы войны. Но здесь вот я недавно узнал анекдот, который просто нельзя не рассказать. Он, во-первых, в контексте того, что мы сейчас обсуждаем, и вообще очень хороший. Вызывает Путин Шойгу и спрашивает, Сергей Кужегович, а что это мы Херсон-то сдали? Как, Владимир Владимирович, вы же сами сказали. Когда я сказал? Неделю назад. А что я сказал? Ну, вы сказали, что через неделю в Херсоне ни одного нациста и наркомана не осталось. Хороший анекдот. Вот русский народ лишили права выбирать, и фашисты таки пришли к власти в Россию. Без выборов и без демократии. Но все 90-е годы мы слышали, что все зло, и потом уже при Путине от системных выборов, что все зло от свободных выборов. Что зверский русский народ выберет не тех. Вот он выбрал тех, видимо, в результате отсутствия демократии. Потому что ему не дали никакой возможности выбирать. Но дело не в том, что Путин не классический КГБшник. Он, скорее, такой приблотненный бизнесмен. КГБшник, КГБ – это формальная страница его биографии, но это не основа его менталитета. Основа его менталитета – это бандитский Петербург. Он так и действует. Это организованная спортивность, как они говорят. Да, абсолютно. И Борис Ельцин, точнее, член его семьи, Валентин Имашев и Татьяна Дьяченко, поставили Путина, потому что они считали, что он в полной мере защитит их интересы. Тут не нужно думать, что эти люди мыслят какими-то глобальными категориями, перспективами, программами развития, концепциями. Нет, абсолютно. У него была простая задача – избежать катастрофы. Для себя лично. Они ее избежали. Путин стал гарантом их интересов, и эти функции полностью выполнил. Поэтому его назначение было глубоко и далеко не случайным. Это был человек, который воспринимался ельцинской семьей как самый надежный вариант. Он им и оказался. Он не подвел ельцинскую семью. Поэтому, конечно, ельцин и ельцинская семья несут полное ответственность за того, кого они привели. Но, с другой стороны, Путин опирался на энергии вот этого рессентимента, на желание реванша значительной части российского народа за распад Советского Союза и за большие тяготы и падение социального капитала многих миллионов в 90-е годы XX века. Если бы Россия не настаивала на том, что она правоприемник СССР, если бы она покаялась и вынесла Ленина из Мавзолея, то ничего не было. Но она этого не сделала. И это тоже большая ответственность лично и непосредственно Бориса Ельцина. Можно долго говорить о том, почему он так сделал или не сделал. Потому что он тем самым боялся еще усугубить страдания многих миллионов. О чем постоянно говорит Путин. Как же можно обидеть людей, для которых это все было свято? Всегда кого-то надо обидеть при принятии больших исторических решений. Есть потенциал для принятия таких решений или нет? И поскольку он должен был опираться на партийный аппарат, бывший, потому что операция ему была больше ненакова, он боялся, что расползется весь механизм управления страной, если устроить люстрацию, не допустить парт аппаратчиков и КГБшников управляющихся. Все это так. Но, конечно, Путин это абсолютно логичное продолжение и порождение не только ельцинизма, но и российского системного либерализма 90-х годов, потому что в какой-то момент выяснилось, что все эти реформы 90-х годов, включая приватизацию, невозможно защитить в условиях демократии. Для этого нужен типа просвещенный авторитаризм. И потом он, правда, стал непросвещенным, но то, что это будет авторитаризм, и что демократия России вредна, это стандартная позиция всегда была именно русского классического либерала. Оказывается, больше коммунисты были за демократию и требовали свободных выборов. Правда, руководство коммунистической партии продалось в Кремле очень давно и не собирается никогда из этого в состоянии выходить. Но нет-нет. Поэтому тут, что касается русских либералов, Путин это не случайный эксцесс. Это совершенно закономерное явление, которое должно было прийти на смену Борису Ельцину и всей совокупности реформ 90-х годов. Тут я с тобой абсолютно согласна. Ну и какие события привлекли на этой неделе твое внимание? Обнародованы данные в Соединенных Штатах Америки о том, что 35% смертных приговоров нельзя было привести в исполнение из того, что ломалось оборудование. Заходило из строя в момент... А, насколько я понимаю, по закону это означает, что смертный приговор отменяется. Потому что, как сказал Владимир Семенович Высоцкий, расстреливать два раза устава нельзя. На какую мысль это наводит? Вот США долго искали способ как бы прижать к любящей груди Европы и консолидировать ее, чтобы нивелировать разогласия совершенно объективные между США и Старой Европой. И здесь, конечно, во многом помогает, опять же, Вадим Ильич Путин со своими войнами. Очень сплачивает Запад. Но я думаю, что действительно новый эпох начнется тогда, когда в США отменят смертную казнь. И тем самым вот это ключевое системообразующее противоречие между правовыми системами США и Европы будет снято. А я думала почему-то, когда ты сказала о том, что в 35% случаев ломается оборудование, что это лучше доказательство, лучше аргумент для атеистов, скажем так. Но ты этого не сказал. Ну ладно, финальное стихотворение. Давненько у нас не было Юрия Абруховича, который до Сергея Жиданача был соприоритетным кандидатом на Нобелевскую премию по литературе от Украины. Возможно, остается он и сейчас. Но мы же подходим к Рождеству. Сначала будет западное Рождество, потом восточное. Наступает рождественский период. Поэтому это рождественское стихотворение Юрия Абруховича, которое даже не хочу комментировать, поскольку в нем все, особенно его последняя строка, говорит само за себя. Но рездво в Украине делится речи по таемней вични. Скажем, у месяц появляется зайвым, тому свят вечер переходят не в ничь, но в якою высить хоровым и сонни, а в ничь, як море, по який наврядче спроможни три, мудрявні царі, подолавши гори, своєчасно стыгнути до Марії. Это, однако, не значит, что все даремно. Ці прогнози, предмети целком опукли, попри те, что зимно, и те, что темно. На минучем есть чудо, скажем, в Дуклі, это, как и сиявок кометы, как сама зоря, что провадила пасла, то стужки ягнят, как и все предмети. Это сбывается. Иосиф, яскиня, ясла, коляда, сбывается сина, свечка, а проте, лишеньку в вертепній скриня, у якої доступ и вхід крізь вічка, у нас правді нема яскині, нині я, здається, готовий прийти з дарами, хоч діряву в кишенях, а в небі сірую. Тут мене ловили вітрини, брами, треба їхати, може, сконає ірна. Юрий Андрухович. Фантастически. Я слушала тебя и думала, насколько украинский язык все-таки медитативный. Кажется, что ты плывешь в какой-то большой лодке по реке бесконечной. Вообще, фантастический язык. Спасибо большое, Стас. До следующей недели. Спасибо, всем привет и до скорого свидания в нашем эфире. Подписывайтесь обязательно на YouTube-канал Власть vs. Лащенко и телеграм-канал Белковский. Первый телеграм-канал, который полностью делается искусственным интеллектом. Ура! Ура!